Так, всем привет! Многие, наверное, уже слышали, знают, что в связи с энергетическим кризисом и прочими другими кризисами в Европе повышаются цены на коммунальные услуги, а конкретно на электричество и газ. Значит, в Англии повышение у нас идет с октября, и поэтому нам прислали как раз письмо, сколько мы будем платить за электричество и газ. Хотела вам показать, возможно, многим это интересно. Они пишут, дорогой Марчин Зеленка, это мой муж. Цены повышаются, вот ваш, значит, вот ваш расчет. Это наша компания, она называется EDF, потому что в Англии услуги газоснабжения и электроснабжения воды оказываются не государством централизованно, а различными провайдерами. Ну, то есть примерно как, например, сотовая связь. У различных провайдеров могут быть какие-то различные пакеты, тарифы там и прочее, прочее. Вы можете выбрать, кому лучше подключиться. Так, ну, что у нас тут написано? В прошлом году вы платили каждый месяц 144 фунта. Значит, это была цена приблизительная. Они нам рассчитали 144 фунта, исходя из того, сколько у нас человек живет и на какой площади. И в конце года должны были подбить, то есть мы им должны или они нам должны. Ну, естественно, оказалось, что мы им должны. В конце года вы нам должны 199 фунтов 84 пи. Ну, практически 200 фунтов. Что я хочу сказать, что, ну, конечно, 200 фунтов, да, это может быть не очень много за год, да. Но все-таки мы переехали в этот дом. Многие знают, мы прожили здесь год. Этому дому почти 100 лет. И здесь высокие потолки, большие комнаты. И, в общем, он старый, ему почти 100 лет. И поэтому он такой прохладненький. В прошлом доме, который был, ну, 21 века постройки, скажем так, мы тратили где-то 70 или 80 фунтов за газ и электричество в месяц. Потому что новые дома более теплые, да. Здесь получилось в два раза больше и даже более того. И так далее. Они пишут нам, что, значит, учитывая повышение цен, мы посчитали, что в год следующий вы потратите 2,5 тысячи. Значит, здесь, кстати, даже если вы потратите больше, то, по-моему, правительство говорит, что это максимум, который с вас могут взять, ну, на среднюю семью, да, 2,5 тысячи. И поэтому, учитывая, что вы должны нам 200 фунтов, мы их тоже распределили на ваши счета на следующий год, на 12 месяцев, да, поделили. Ваш счет за газ и электричество в месяц будет составлять 237 фунтов. В принципе, можно оплатить 200 фунтов сразу, и тогда будет 219 каждый месяц. Ну, мне кажется, это практически, в общем, то на то выходит. Вот. Ну, и дальше идут расчеты, да, сколько стоит там киловатт, как они нам посчитали и прочие всякие предложения, если вы не согласны, если у вас какие-то другие, в общем, цифры вы считаете на вашем счетчике, чем то, что мы вам посчитали, то вы можете нам написать и попробуем пересчитать. Но, как бы, поскольку у нас стоит Smart Meter, такой аппаратик, который сразу все считает и показывает прямо в режиме онлайн, как вы и что тратите, и какая у вас цена, и Smart Meter посылает им информацию о том, сколько мы потратили газа и электричества каждые полчаса. Поэтому, в общем, я думаю, что спорить с ними будет бесполезно, что мы потратили меньше. Вот. Придется платить 237 фунтов в месяц. Что я хочу сказать, что во многих иммигрантских группах сейчас идут обсуждения, как дальше быть и чем утепляться. Вот. Есть разные предложения. Ну, начиная от того, что там окна запатить, да, или там купить электроваленки, да, заканчивая тем, что вытащить из гаража велотренажер и, когда холодно, покрутить педали, чтобы согреться. Вот. Ну, мы купили ковер на пол. У нас был просто пол такой, паркетная доска, да, чтобы было потеплее. Вот. Ну, а так, в общем, что делать? Придется платить. Посмотрим, будут ли дальнейшие повышения и, в общем, куда мы придем. Хотелось бы еще рассказать про пару приложений на телефоне, которые разработаны этическими потребителями для того, чтобы сократить то самое потребление, которое, в общем, сегодня бич нашего общества. Но, учитывая те времена, в которые мы живем, также их можно использовать и для того, чтобы сэкономить. Ну, если совсем все плохо. Значит, одно из них называется Too Good To Go. Я уверена, что такие приложения есть и в других странах. Не знаю, насчет, например, России, да, но в Европе наверняка есть. Если есть, расскажите, как оно у вас называется. Значит, в чем суть этого приложения? Это приложение определяет вашу геолокацию и показывает, какие бизнесы, да, связанные с едой, участвуют вокруг. Ну, в основном это рестораны и какие-то магазины. Значит, как вы знаете, что многие рестораны, они готовят, когда еду, то, соответственно, завтра они ее продать уже не могут. Вот, и они предлагают ее забрать вечером с большой скидкой, чтобы они ее не выкинули. Ну, вот, например, у нас есть такой ресторан, ну, это не ресторан, сетевой такой pub Harvester. У них салат-бар там, в общем, какая-то такая еда традиционная для пабов. И вот они пишут, обычно это 11,99 стоит, но мы вам предлагаем за 3,99 забрать, ну, курица с салатом там какая-то. Для того, чтобы это забрать, нужно зарезервировать. Вот, осталось 2. Нужно зарезервировать, сейчас заплатить, и вечером с 9 до 9.15 подойти в ресторан, мы вам отдадим. Следующее, это Тоби Карвери, ну, какая-то вегетарианская еда, в общем, за 2,29... Что-то тут еще... Тоби Карвери за 2,79 английский завтрак, который обычно стоит 7, ну, там 6,99. Если вы придете в 11 утра, когда у них завтрак уже заканчивается, да, то нераспроданный завтрак можете забрать. Английский завтрак, это практически обед, короче. Starbucks тоже участвует, да, всякие там, какие у них выпечка, не знаю что. Иногда тоже здесь участвуют разные какие-то гостиницы, потому что у них, предположим, есть шведский стол, да, вот здесь сейчас так на вскидку не вижу, у них есть шведский стол, и то, что они там раскрывают нарезку, да, на шведский стол, они, естественно, ее после того, как завтрак закончился, не могут уже убрать в холодильник и завтра выкладывать на стол, всякие сыры, колбасы. Вот, они их тоже предлагают в этот же день забрать. А вот, например, Novotel Ipswich. Предлагаем забрать у нас контейнер еды, который мы обычно подаем на завтрак. Но здесь, по сути, тоже английский завтрак, то есть это фасоль, хашбраун, колбаски, бекон, там, ну, что-то еще. Вот такое. Но, кроме того, здесь есть еще супермаркеты. Значит, то, что не распродается и срок годности выходит, то есть завтра они это уже не имеют права продавать, как бы им положено это утилизировать, они предлагают забрать вечером по той же цене со скидкой. То есть они пишут, что это было бы 10. Мы вам предлагаем забрать его за 3.30. Единственное, что в супермаркетах, это называется Magic Bag, то есть сумка с секретом. Они не знают заранее, какие продукты у них останутся, естественно, на конец дня. И поэтому на эту сумму они вам положат то, что есть. То есть вы не знаете, что там. Там может быть и хлеб, там может быть яйца, может быть там, не знаю, какой-то сыр, масло, там что-то угодно. Ну, естественно, эти продукты не какие-то просроченные или плохие, потому что срок годности – это недавнее изобретение. Ещё в моём детстве, например, на продуктах, кроме молока, по-моему, не ставили никакого срока годности, там на картошке, на салате, на грушах, там я не знаю. Всё определилось по виду и по запаху. Поэтому, в общем, вот такое вот приложение. Я никогда этим не пользовалась. И я сегодня как раз хочу проэкспериментировать. Вот я заказала один этот MagicBug из ближайшего супермаркета, только единственное, что у нас очень маленькие тут супермаркеты. То есть там видов продуктов немного, они небольшие, к сожалению. Я думаю, что если в большом супермаркете было бы поинтереснее, там много вариантов, что могло бы быть там. Вот. А здесь, может быть, ерунда какая-нибудь будет. Вот. И второе приложение называется Олео. Сейчас как раз пойдём за нашими продуктами. Вот. А я вам по дороге расскажу про это Олео. Оно немножко другое, но тоже очень интересное. Так. Пока идём за нашими продуктами, расскажу вам про другое приложение, которое называется Олео. Значит, вот оно, приложение Олео. Разница с Too Good To Go заключается в том, что Олео – это сообщество людей, и вы можете там отдать или забрать вещи и продукты. Ну, то есть вы сами можете отдать или забрать у живых людей. Там тоже есть геолокация, да, и там отдают как еду. Вот. Ну, здесь, да, перечисляется. Кто-то отдаёт какой-то чай там, какой-то хлеб. Вот. Там кто-то отдаёт не еду, то есть вещи, которые им не нужны. Вот они, да, какие-то там всякие картины, школьная форма, там, не знаю что. Иногда отдают овощи со своего огорода. Ну, в общем, обычная такая, бесплатная отдавалка вещей и продуктов. Вот. Но что здесь интересно, что тут есть волонтёрство. То есть, если вы хотите быть волонтёром, который именно за то, чтобы сократить потребление, вы можете, ну, скачать приложение, зарегистрироваться. Вы регистрируетесь как волонтёр, проходите тренинг, и после этого к вам начинают приходить уведомления из магазинов, что рядом с вами, например, в каком-то магазине есть товары, которые сегодня подлежат утилизации, потому что у них заканчивается срок годности. Перед закрытием магазина вы идёте туда, забираете эти товары, дома делаете фотографии и публикуете их в приложении. То есть, как это выглядит, сейчас покажу. Например, вот, смотрите, это женщина Фиона, она живёт, кстати, на нашей улице, однозначно, она волонтёр. Она пошла в магазин и взяла продукты, которые уже должны были быть утилизированы. Это была картошка, какие-то хлопья для завтрака с фруктами, апельсины, бананы и яблоки. Всё это она опубликовала. Ну, у таких людей, как я, у которых есть приложение, сразу пришло уведомление, что вот, сходите, у Фиона есть такие-то продукты. Вот, и можно их зарезервировать, прийти к ней домой и забрать. Многие волонтёры, чтобы как бы не напрягаться и никого не напрягать, ты с ними договариваешься, когда придёшь, и они просто у дверей выставляют этот пакет, ты его, ну, забираешь. Вот, чаще всего, конечно, в магазинах утилизируется хлеб, потому что хлеб, ну, у него короткий, короткий срок жизни, короткий срок годности, да, вот, но хлеб можно забрать и положить в морозилку, как бы обычно ему ничего не будет, структура хлеба не меняется при заморозке и разморозке. И кроме того, чтобы мотивировать людей, в этих приложениях обычно пишут не только, сколько вы сэкономили денег, да, а, например, вот, смотрите, они пишут, вы сэкономили 7 фунтов, потому что вы забрали эти продукты из магазина, да, ну, то есть, вместо того, чтобы 10, потратили 3. Но кроме того, они пишут, вы спасли или сэкономили 3 килограмма углекислого газа для нашей планеты. Это столько-то, да, в электричестве, ну, там, 6 киловатт, например, которые означают 442 зарядки смартфона или 22 чашки кофе или 8 минут под душем, под горячим душем, который на электричестве, да, если душ работает при электрическом нагревателе. И человек, который за природу, это, конечно, очень сильно его мотивирует и побуждает, потому что он думает, о, какой я молодец, я очень много для планеты сделала. Вот такие вот дела. На самом деле, эти приложения достаточно популярные среди людей, и многие ими пользуются и как волонтеры, и просто как потребители. Так, ну что, вот так выглядят спасенные предметы. Вот эти цветочки, смотрите, я купила еще сама в магазине дополнительно, потому что они тоже сегодня были последний день срока годности. Вот, они стоили 5 фунтов. Сегодня их должны были утилизировать, потому что срок годности у них выходит сегодня, что очередной раз доказывает, что срок годности – это, в общем, очень субъективное понятие. Так, и что у нас по спасенной еде, да, от утилизации? Значит, нам положили две рыбные котлеты. Это две котлеты из копченой пикши. Ну, ничего, кстати, нормальные котлеты мы такие иногда покупаем, не конкретно в этом магазине, но, в принципе, их нормальные, они вкусные, можно есть. Вот, и что еще хорошо, что эти котлеты, в принципе, можно заморозить. Вот, как здесь написано, видите, home freezing, что если вы купили полуфабрикат, не хотите есть, то можно его заморозить, потом разморозить и съесть. Это какой-то перекус фруктовый нам положили, в общем, там клубника, виноград, еще какие-то разные ягоды. Вот, и еще два полуфабриката. Первое – это колбаски с пюре готовые, уже которые можно просто разогреть в соусе. И второе, что у нас – это чили кон карне, то есть это рис, и там находится еще такое, ну, говядина в остром соусе с фасолью. Мы такое когда-то даже готовили с мужем на нашем канале и показывали, что это такое. Тоже очень распространено в Великобритании. Ну, что я хочу сказать. На самом деле, конечно, вот, здесь в основном полуфабрикаты, и, в принципе, это очень распространено в Великобритании. Есть полуфабрикаты, особенно для тех людей, которые еще не обзавелись семьей и которым неохота там готовить, тратить время. В принципе, вот кроме этих котлет и фруктов, наверное, такие вещи мы бы сами, ну, не купили. Ну, не знаю. Если бы только, например, совсем быстро надо поесть, там, и некогда готовить, да? Скорее всего, нет, чем да. Ну, ничего, можно съесть. Поэтому, конечно, на семью, может быть, это не супер, да? Такая не супер-мэджик-бэк. Вот. Но если вы, например, одинокий человек, какой-то студент, или который много работает, да, то, мне кажется, это просто вообще прекрасно. Быстро разогрел на сковородке или в микроволновке, никакой тебе возни, никаких отходов, никаких расходов на электроэнергию, поел, и отлично. Так что вот такое у нас спасение продуктов сегодня произошло. Вот. Если кому-то это интересно, то можете посмотреть еще раз. Это приложение называется Too Good To Go. Вот. Ну, и если бы я их не забрала, то, скорее всего, перед закрытием магазина их забрали бы уже волонтеры из приложения Олео, и их уже вечером предлагали бы забрать у себя дома бесплатно, если бы их не распродали и никто бы не купил. Вот. Такие дела. Ну, как я уже сказала, в принципе, это приложение направлено больше на то, чтобы сократить продукты, которые выбрасываются, да, и сократить бездумное потребление, но, может быть, для кого-то подойдет, чтобы и сэкономить в том числе. Такс. Дорогие люди, меня спрашивают некоторые, покажите, что там у вас в огороде. У нас, вот видите, в огороде яблоки. Ну, я хочу сказать, что я вообще почти мало занималась огородом, и у нас так ничего интересного тут не происходит, потому что, ну, была жара, там вообще все плохо росло, сейчас пошел дождь второй день. Вот. Мы едим фасоль, у нас выросла фасоль, прекрасно, правда, и помидоры, и огурцы у нас. Не много, но есть. Вот. Еще тут какие-то зеленые висят. Как бы тоже, наша поездка в этом году в Шотландию, она подпортила нам немножко помидорный процесс, потому что пока мы там ездили, 10 дней, в общем, как бы они тут не очень себя вели. Ну, поэтому помидоров не очень много, но есть. Вот. Огурцы и помидоры у нас тоже растут, как бы мы все это собираем, но, конечно, если бы мы не уезжали по отпускам, а вовремя бы следили, чтобы эти помидоры не жировали, там завязывались, короче, то их было бы больше, вот. Ну, их не очень много, если честно. Ну, есть какие-то, вот. Есть какие-то. Едим. Все помидоры очень вкусные, которые я сажала. Не знаю, там перечисляла или нет, какие сорта я сажала, но они все хорошие, все вкусные, на самом деле. Мало английских, в основном какие-то разные другие там. Вот. В общем, эксперимент в этом году прошел удачно, но только хотелось бы, чтобы было побольше количества. Вот. В общем, смотрите, сколько выросло яблок на этой яблоне. В прошлом году на ней было, не помню, сколько. Ну, три, что ли, там, четыре. Вот. А в этом году выросло, смотрите, в общем, яблок больше, чем самого дерева. Это, как вы знаете, дерево купил мой сын, может быть, видели такое в видео. Он выбрал в садовом центре, сказал, давай яблоню. Но поскольку у нас своей земли нет, то мы купили такую колонновидную яблоню, или как по-английски называется, патио-три, который можно в горшке растить. Вот. И, в общем, для него большая радость, потому что он за ней ухаживает. И мы даже удивились, что так много яблок. То есть, на самом деле, она даже, видите, нагнулась, потому что тяжелые яблоки-то, вообще-то, этих яблок больше, чем самого дерева. И главное, чтобы она не сломалась, потому что как бы надо их собирать, но они поздние. Как бы надо, но еще рано. Вот. Поэтому мы ждем, чтобы они скорее-скорее поспели. Вот она стоит на солнце, чтобы можно было все тут собрать с нее. Вот. Круто, правда? Иду из магазина. И смотрите, что хотела показать, что интересного у нас есть на нашей улице. В общем, тут дом, где живет семья, у которой, видимо, огород на участке. И смотрите, какие у них тут, не знаю, что это за овощи, какие-то волосатые, пушистые кабачки. Вот какая-то разновидность лианых с кабачками. И они выросли и висят прямо на улице. Я хожу здесь каждый день, и так и хочется сорвать. Висит груша, нельзя скушать, как говорится. Классные, правда? Вот. Ну, вообще, кстати, по закону, естественно, можно их сорвать, потому что все, что перевесилось за стену, например, к соседу или на улицу, она уже, ну, можно легально сорвать. Вот. Ну, я смотрю, никто из людей не рвет. Ну, может быть, некоторые просто даже и не знают, что это такое растет, чтобы рвать. Вот. Ну, а потом все-таки так по-соседски, наверное, не хотят портить отношения, рвать. вот. Вот. Лучше сохранить, как бы, дружбу с соседями, чем обогатиться на два кабачка. Вот. Такие дела. У нас стоят тут везде урны, как вы видите, черные. Это потому что сегодня мусор вывозят. Вот. Это так обычно у нас улица свободная без без вот этих вот мусора. Ну, все. Вот такие дела. Так. Дорогие люди, всем привет. Смотрите, какая новость. Угадайте, что это такое? Дети пошли в школу, а мама пошла учиться в колледж. Так. Вот смотрите. Вот мой колледж. Вот я иду. Это не колледж не в смысле университет, а это квалификация. Ну, то есть, ПТУ, короче, по-русски. Вот. Здесь есть взрослые студенты и молодые студенты. Я вам пока ничего про колледж рассказывать не буду, потому что я только начала, я сама ничего про него не знаю. Вот. Ну, хочу задать вам вопрос. Вот. Угадайте, на какую специальность я иду учиться. Ой. Так. И напишите в комментариях. Посмотрим, угадал кто-нибудь или нет. Ну, все. До встречи.